Профессор в университете задал своим студентам такой вопрос. «Все, что существует, создано Богом?» Один студент смело ответил, «Да, создано Богом». «Бог создал все?» — спросил профессор. «Да, сэр», — ответил студент. Профессор спросил, «Если Бог создал все, значит, Бог создал зло, раз оно существует. И согласно тому принципу, что наши дела определяют нас самих, значит, Бог есть зло». Студент притих, услышав такой ответ. Профессор был очень доволен собой. Он похвалился студентам, что он еще раз доказал, что вера в Бога — это миф. Еще один студент поднял руку и сказал, «Могу я задать вам вопрос, профессор?» «Конечно», — ответил профессор. Студент поднялся и спросил, «Профессор, холод существует?» «Что за вопрос?» «Конечно, существует?» «Тебе никогда не было холодно?» Студенты засмеялись над вопросом молодого человека. Молодой человек ответил, «На самом деле, сэр, холода не существует. В соответствии с законами физики, то, что мы считаем холодом, в действительности является отсутствием тепла. Человек или предмет можно изучить на предмет того, имеет ли он или передает энергию. Абсолютный ноль, минус 460 градусов по Фаренгейту, есть полное отсутствие тепла. Вся материя становится инертной и не способной реагировать при этой температуре. Холода не существует. Мы создали это слово для описания того, что мы чувствуем при отсутствии тепла. Студент продолжил, «Профессор, темнота существует?» Профессор ответил, «Конечно, существует». Студент ответил, «Вы опять не правы, сэр. Темноты также не существует. Темнота в действительности есть отсутствие света. Мы можем изучить свет, но не темноту. Мы можем использовать призму Ньютона, чтобы разложить белый свет на множество цветов и изучить различные длинные волн каждого цвета. Вы не можете измерить темноту. Простой луч света может вырваться в мир темноты и осветить его. Как вы можете узнать, насколько темным является какое-либо пространство? Вы измеряете, какое количество света представлено. Не так ли? Темнота — это понятие, которое человек использует, чтобы описать, что происходит при отсутствии света. В конце концов, молодой человек спросил профессора, «Сэр, зло существует?» На этот раз неуверенно профессор ответил, «Конечно, как я уже вам сказал, мы видим его каждый день. Жестокость между людьми, множество преступлений и насилия по всему миру. Эти примеры являются ничем иным, как проявлением зла». На это студент ответил, «Зла не существует, сэр, или, по крайней мере, его не существует для него самого. Зло — это просто отсутствие Бога. Оно похоже на темноту и холод. Слово, созданное человеком, чтобы описать отсутствие Бога. Бог не создавал зла. Зло — это не вера или любовь, которые существуют, как свет и тепло. Зло — это результат отсутствия в сердце человека божественной любви. Это вроде холода, который наступает, когда нет тепла, или вроде темноты, которая наступает, когда нет света. Профессор сел. Имя молодого студента было Альберт Эйнштейн. Что я могу сказать о Боге? Что я могу сказать неверующему человеку о Боге? Что я могу сказать самому себе? Часто я ничего не могу сказать. Иногда совсем мало, в другой раз больше, глубже. Но никогда не бывает ситуации, когда я могу сказать все. Это абсурдно. Бог — это не та тема, где все понятно. Бог — это Бог. И Он остается таковым до тех пор, пока будет оставаться непознанность, безграничность. Когда верующие люди пытаются все объяснить, доказать, они сами не понимают того, что унижают Бога. Бога, которого нельзя вместить во всей полноте. В настоящее вере всегда должно присутствовать сомнение. Сомнение в самом себе. Это благородно. Так и должно быть. Способность вместить начинается с невозможностью вместить. Я знаю, что ничего не знаю. Так бывает, когда человек останавливается перед великим, чрезвычайным, превышающим его меру. Но это уже встреча. И это встреча с Ним. С тем, кто есть. И это главное, знаю, что мы можем сказать о нем. Все остальное только отчасти в меру духовного возраста. Поэтому я говорю о нем шепотом осторожно, боясь и сказать или быть неправильно понятым. Но и молчать я не могу, ибо он хочет, чтобы я говорил. Субтитры создавал DimaTorzok Я хочу задать вам очень простой вопрос. Вы верующие, если вы действительно верующие. Почему я не вижу в вашей жизни чудо? Почему оно часто далеко две тысячи лет назад? Настолько далеко, что сама объективность его размывается, теряет доверие. Это чудо чьё-то. Те, кто был в далёкой истории. Те, кто не может встать и подтвердить. А где чудо ваше, собственное, сегодняшнее? Храмы не ходят, немые говорят, и если что смертное выпьют, не навредит им. Говорят другими языками. Иисус Христос сказал, «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете Горесией, перейди отсюда туда, то будет так. Но я не вижу у вас такой веры. А может быть, вы сами не верующие, или Христос сказал неправду. Вы меня разочаровываете». Самое дорогое в диалоге — это искренность. Она сама уже заслуживает уважения. Откровенность побуждает меня ставить вот эти же самые вопросы о вере и самому себе. И так бывает часто, ибо это необходимо. когда человек не играет в веру, а ищет ее от всей души. Слово «ищет» предполагает процесс. Поступательное движение вперед от меньшего к большему. Моя вера мала, ничтожна по сравнению с верой святых. Но она во мне уже есть. И это именно она побуждает меня к движению вверх, к поиску, к умножению ее самой. Скорее всего, все начинается с поиска смысла жизни. когда человек сталкивается с первыми потерями, разочарованиями, с нестабильностью, что приводит к чувству времени. Все проходит. Мы постоянно что-то теряем, и в связи с этим все обесценивается. если я родился, чтобы умереть, пусть даже прожив долгую жизнь, относительно долгую, ведь в сравнении с вечностью моя жизнь — это миг. В чем ее смысл? В том, чтобы дать жизнь детям, которые тоже умрут, и будут задаваться теми же вопросами. Вопросами, которые три тысячи лет тому назад задавал себе премудрый Соломон в книге «Экклезиаст». Можно сказать, в итоговом документе своей богатой событиями жизни. Суета сует. Все проходит и все суета. Это произведение можно было бы назвать глубоко пессимистичным, если бы не его последние строки. Итак, живи и Бога бойся. В новозаветной транскрипции словом бойся можно смело заменить словом люби. Размышления о смысле жизни это еще не вера, но уже направление в сторону ее. Мы уже более внимательно, пытливо всматриваемся в окружающий мир. Мы еще не видим Бога, но всюду начинаем замечать его следы, следы его творчества. Ибо куда ни глянь, видна гармония, мудрость. Я часто слышу в ответ «Это природа». И тут же задаюсь вопросом «Природа это что или кто?» премудрую поэзию бытия может творить только кто в слове «что?» не может быть личного творческого начала. Знаете, когда у человека внутри уже что-то произошло с Богом, часто совсем не хочется ничего доказывать? Спросили ответил только и всего. Поэтому в этой теме исследования бытия Бога через Его творчество вокруг нас и внутри нас самих мне достаточно самой первой смысловой точки «Большой взрыв», о котором сейчас много говорят пытаясь объяснить откуда все появилось все из ничего кто-нибудь когда-нибудь слышал чтобы любой взрыв нес в себе вместо разрушения великую гармонию «Большой Нужно очень сильно верить в чудо чтобы утверждать что прогремев взрыв разнес вместо какофонии звуков скажем пятую сонату Бетховена вместо разрушения стройность и закономерность Наблюдение которое творит чудеса все это может быть только началом в поиске его и к возвращении к самому себе как к образу и подобию вот здесь и начинается самое сложное ибо эта вера предполагает действие стабильное поступательное движение в сторону его эта практика называется духовной жизнью которая предполагает преодоление самого себя своего несовершенства ограниченности ограниченности видения переживания Бог находится именно за этими границами и только преодолевающий их входит в персональное общение с ним и это уже не просто размышления о смысле жизни наблюдение за гармонией мироздания невера в существование Бога не вера в него а непосредственное отношение с ним этого достигали немногие но именно это состояние и называется непосредственно верой верой способной к чуду к сожалению это часто не наш личный опыт а скорее доверие к ним но в жизни приходится доверять когда ты спрашиваешь дорогу как пройти тебе часто приходится доверять ответу совершенно постороннего человека и мы доверяем если вам посчастливится встретить жизни святого человека поверьте эта встреча не просто зародит вас сочувствие к его словам у вас появится непреодолимое желание пережить его духовное состояние вы просто увидите действительно счастливого человека счастливого не внешними обстоятельствами а внутренним содержанием которое не зависит от внешнего простите можно я вас перебью именно сейчас не хочу быть категоричным поэтому не говорю слово все употреблю слово многие многие члены церкви совершенно не соответствуют тому о чем вы говорите я не говорю даже о святости хотя бы праведности не на словах как вы любите и умеете а вот самим делом наверняка вы скажете что это все непросто это целый процесс что вы все-таки движетесь вперед но со стороны мы видим другое кто-то совершенно никуда не движется потому что занял удобное положение и его все устраивает зачем напрягаться и кто-то не собирается никуда двигаться для него вера это добрая сказка которая ни к чему не обязывает о ней можно говорить обсуждать но не более того бога нужно настолько насколько он не мешает вам жить почему вы столько готовы говорить о святых и совсем не хотите даже сердитесь когда вам говорят о иудах сколько в церкви таких каждой двенадцатой конечно это аллегории никто не считал и конечно же это есть я понимаю о чем вы хотите сказать я часто слышу этот законный вопрос мы понимаем что в церкви могут быть нехорошие люди понятно что все люди но почему церковь так пассивно в борьбе за самоочищение за порядочность внутри себя самой я слышу эти вопросы и пытаюсь на них отвечать в вашем переживании присутствие лицемерия внутри церкви в вашем переживании звучит гнев и я переживаю но у меня боль наше отношение к одному и тому же разной природы и все закономерно у вас по-другому и не может быть потому что церковь для вас нечто внешнее совершенно чужой институт а для меня это мать родная поэтому и болит в связи с тем что болит поверьте я гораздо неравнодушнее вас в эту сторону вместо слова пассивно я бы употребил выражение осторожно чтобы понять и принять природу этой осторожности я должен объяснить вам одну важную деталь церковь далеко не либеральная скорее консервативна в своих традициях у нас есть своя юриспруденция и система наказаний так вот самый важный момент эти карательные средства находятся в руках у таких же грешников как и те нравственность которых рассматривается церковным судом грешников судят грешники но не сознательно закоренелые грешники а грешники кающиеся которые в грехе каждого видят и свою предрасположенность к любому греху и вот к этому самому знаете как сложно бывает принимать кардинальные решения вот в таком состоянии когда ты сам постоянно на суде собственной совести как хочется объявить амнистию дать еще шанс потому что сам этим пользуешься от Бога всю жизнь от исповеди к исповеди не судите да не судимы будете вы можете сказать что духовенство так долго терпит только к своим священники ежедневно отпускают тысячам людей миллионы грехов прощаю и отпускаю именно эти слова Иисус Христос в Евангелии благословил произносить апостолам а вслед за ними духовенство церкви он имел это право от отца и распорядился им по праву на каждом суде пред Богом всегда два подсудимых тот кого судят и тот кто судит подсудимый должен проявиться в покаянии судящий в объективном милосердии и это очень ответственно у людей церкви в истории и глубокой и сегодняшней очень много примеров исправлений этот опыт побуждает нас к долготерпению снисхождению и мудрости которая не спешит по большому счету и Бог редко спешит чаще проявляет долготерпение и еще еще один важный момент в агрессивной кислотной среде появление маленького нежного цветка вызывает восторг трепет это расценивается как чудо драгоценность так вот в нашем несовершенном мире полном лукавства и греха рождение одного святого большая драгоценность именно потому что ему пришлось определяться проявляться в агрессивной среде и это дорогого стоит это цена души каждого из нас как мы проявимся в сторону Бога или наоборот вы много говорите о человеке о том что его можно понять потому что все грешники даже святые но я часто не могу понять самого Бога особенно ветхозаветного который благословлял истреблять целые народы да и сам карал жестоко и беспощадно это тот же Бог о Котором Евангелие говорит Бог есть любовь вот это любовь Я хочу сказать вам важную вещь существует различие между рассудком и разумом рассудок это способность рассуждать и это присутствует в большей или меньшей степени в каждом из нас а разум в греческом святоотеческом богословии ведение это знание сути вещей первое от природы нашего ума и это благо но несовершенно а второе скорее харизматической природы это как откровение и это от Бога в вашем случае как неверующего человека от природы это состояние имел Адам в раю когда давал имена животным по их сути он не исследовал он просто знал через интуицию почему я об этом говорю потому что не смогу ответить на все ваши вопросы удовлетворив вас не потому что ответа нет нужна еще способность слышать которая от интуиции разные люди читающие библию читают разные книги в связи связи способностью понимать один и тот же текст у одних она переворачивает все сознание и кардинально изменяет жизнь другие остаются совершенно равнодушны к этой же самой книге один и тот же текст и такие разные действия к духовным темам нужно подходить духовно не столько раз сутком а больше интуиции это как в музыке ее не сочиняют логически должны включиться другие механизмы нашей психики и только тогда все происходит вопросы которые вы ставите также волнует и меня пытаясь разрешить их я ухожу в ту область моего психобытия в которой возможны ответы сложные вопросы не решаются рассудком это скорее область молитвы когда ты не пытаешься понять а спрашиваешь у Бога и получаешь ответ ответ который мы способны слышать и принять иначе тишина вопрос о жестоком Боге Ветхого Завета стоял и передо мной и я задавал вопросы и не удовлетворялся ответами в связи с этим перестал спрашивать и прекратил размышлять я стал молиться и получил ответ который меня удовлетворил но это мой ответ ответ мне моему духовному состоянию если хотите для вас он может не прозвучать в этом случае прошу прощения я ограничен средствах все что мы видим вокруг себя и в бесконечной черноте космоса это свет все что не свет остается чернотой свет который исходит от источников света и свет отраженный от материи первый свет можно назвать чистым светом девственным ибо он несет информацию только о самом себе природа второго отраженного изменяется в нее входит информация объекта который его отразил поэтому собственно мы его и видим нашими глазами и это уже не чистый девственный свет а скорее синтез его и отраженного объекта библия часто говорит о боге как о свете для меня удобно сейчас употребить именно это понятие бог как чистый девственный свет движется в бытие этого мира который он создал в границах времени и пространства и этот мир его отражает отражает наполняя информация о самом себе как он есть в данный момент исторического времени в чистую девственную идею бога о мире входит сегодняшнее состояние этого мира состояние свободного человека по своей воле склоняющегося к добру или злу строгий бог ветхого завета и бог любви нового один и тот же в нем самом нет противоречий все дело в человеке который сам не есть свет а всего лишь отражающий объект наделенный свободной волей есть понятие что бог пронизывает собою даже ад но ад остается адом так святой человек в состоянии богоподобия минимально преломляет девственный свет божества входя в его природу тогда как падший грешный наполняет девственную природу информации о самом себе и это происходит как в отдельных личностях так и в целых народах определенной исторической эпохи вот так всегда я подозреваю что когда нечего сказать вы говорите очень сложно чтобы запутать заморочить голову я неудовлетворен не сердитесь на меня это не от лукавства я искренен перед вами просто бывают вещи которые очень трудно объяснить их можно только прожить как я могу объяснить человеку который ни разу в жизни не любил что такое любовь мне придется только вздыхать разводить руками пытаться подобрать понятия и в конце концов признать что это невозможно вы должны это прожить без личного опыта мы постоянно будем приходить в тупик христианство это не теория это практика сама жизнь наверное с этого и стоило было начинать а вообще все это не главное я хочу делиться с вами не информации а самой любовью как энергии божества в этом главное чудо и приобретение моей веры если во мне будет любовь не деликатность воспитанность добрая эмоциональность а сама любовь в высшем ее проявлении до любви к врагам во мне будет Бог и здесь прекращается слово только легкая улыбка и добрый взгляд в вашу сторону просто мы с вами разные можно сказать параллельные вы живете в своем мире который для вас объективен я вижу и чувствую по-другому но я очень счастлив однажды один философ сказал если бы не было Бога его стоило бы выдумать потому что без него все рушится он как скрепа держащая весь смысл бытия мне не нужно его выдумывать он есть в моей жизни и я очень счастлив настолько что не хочется спорить только легкая улыбка и добрый взгляд вашу сторону когда я предложил теорию относительности очень немногие понимали меня и то что я открою тебе сейчас для передачи человечеству тоже будет сталкиваться с непониманием и предрассудками в мире я прошу тебя сохранить это письмо так долго как это необходимо года десятилетия пока общество не будет достаточно развита чтобы принять то что я объясню ниже существует очень мощная сила которые до сих пор наука не нашла официальное объяснение эта сила включает себя и управляет всеми остальными явлениями работающими во вселенной это вселенская сила любовь когда ученые искали единую теорию вселенной они забыли самую мощную невидимую силу любовь есть свет который просвещает тех кто дает и получает его любовь это притяжение потому что это заставляет некоторых людей чувствовать влечение к другим любовь это сила потому что она умножает лучшее что в нас есть что мы есть и позволяет человечество не быть погруженным в слепой эгоизм для любви мы живем и умираем любовь есть Бог и Бог есть любовь это сила все объясняет и дает смысл жизни это переменная которую мы игнорировали слишком долго может быть потому что мы боимся любви чтобы понять любовь я сделал простой замен в своем самом известном уравнении если вместо е равно mc квадрат мы признаем что энергия для исцеления мира может быть получена через любовь умноженную на скорость света в квадрате мы приходим к выводу что любовь является самой мощной силой потому что не имеет пределов только через любовь мы можем найти смысл в жизни сохранить мир и каждое разумное или чувствующее существо помочь нашей цивилизации выжить возможно мы еще не готовы чтобы сделать бомбу любви достаточно мощного устройства чтобы полностью уничтожить ненависть эгоизм и жадность все то что опустошает планету тем не менее каждый отдельный индивидуум несет в себе небольшой но мощный генератор любви энергия которого ждет своего освобождения когда мы учимся давать и получать эту энергию универсума дорогая лесен мы подтверждаем что любовь побеждает все и способна преодолеть все потому что любовь это квинтэссенция жизни я глубоко сожалею что не смог выразить то что находится в моем сердце которое тихо стучит для тебя всю жизнь может быть это слишком поздно чтобы извиниться но время относительно я должен сказать тебе что я очень люблю тебя и благодаря тебе я получил окончательный ответ уют 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 Продолжение следует...